Добро пожаловать и спасибо за то, что присоединились к Международному фонду избирательных систем IFES для участия в очередном вебинаре, в серии вебинаров, посвященных демократической устойчивости. Международный фонд избирательных систем, это неправительственная организация, которая с конца 1980-х годов поддерживает демократическое проведение выборов в европейских странах и в других странах мира. Мы провели серию вебинаров, посвященных различным вопросам, активному участию молодежи в демократических избирательных процессах, инклюзивности, правам людей с инвалидностью. Первый вебинар был проведен около одного года назад. Он был посвящен парламентским выборам в Словакии. Мы провели его совместно с неправительственной организацией Словакии. Это были одни из последних выборов, которые были проведены до пандемии COVID. Если вы помните, во втором и третьем квартале прошлого года многие страны приняли решение отложить проведение выборов. Однако во второй половине прошлого года, во втором полугодии многие страны все-таки решились провести выборы. И в 2020 году мы посвящены тем выборам, которые были проведены в последнее время в европейских странах. Меня зовут Магнус Оман. Я директор регионального офиса IFES в Праге, который является организатором данного вебинара. Наш вебинар проводится с помощью финансирования агентства США по международному развитию. И данный вебинар и наша деятельность возможна благодаря щедрой поддержке американского народа. Наша деятельность связана с тем, что IFES делает в Молдове, Румынии, Грузии и Украине. В данном вебинаре, во время данного вебинара мы посвятим наше внимание выборам, которые были проведены в последнее время в Грузии, Румынии, Украине и Молдове. Какие выводы мы можем извлечь этого с точки зрения влияния этих выборов на демократию, вовлечения всего электората? Какие наибольшие вызовы возникли перед проведением выборов в Грузии президентскими выборами в Молдове? Какой извлеченный опыт мы можем анализировать по результатам проведения выборов в Румынии, в Украине, Молдове и во время Грузии во время пандемии? Какие изменения были внесены в администрирование выборов во время последних местных выборов в Украине по сравнению с выборами 2019 года, парламентскими и президентскими выборами в 2019 году? Сегодня это спектр вопросов. Мы будем обсуждать совместно с администраторами выборов из этих стран. Также я хочу представить заместителя директора по Европе и Евразии АФС Ани Камберланд. Далее будет выступать председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, вице-президент Постоянной избирательной комиссии Румынии. Также будет выступать председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, господин Дарин Чимир и также Виталий Плукар, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины. После этого, после доклада панелистов, у нас будет время ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите ваши вопросы в чате. На этом я передаю слово заместителю директора АФС по Европе и Евразии Ани Камберланд. Спасибо большое, хорошо ли меня слышно? Добро пожаловать и спасибо, что вы присоединяетесь к нам сегодня, к нашему вебинару, посвященному проведению выборов в последнее время в различных европейских странах. Спасибо, уважаемые коллеги из Грузии, Румынии, Молдовы и Украины, которые присоединились к нам в последнее время. Безусловно, проводить выборы очень сложно во время, в обычное время, во время пандемии, связанной с COVID. Эта задача становится еще более сложной. По состоянию на 12 января 2022 года АФС зафиксировал перенос сроков проведения выборов в 69 странах и 8 территориях. При этом в общей сложности было перенесено 116 избирательных мероприятий. С октября 2020 года окажется, что выборы были отложены по времени только на Ямаге, Малайзии, Сомали. В Европе и Евразии не было перенесения выборов на более позднее время, начиная с конца 2020 года. В какой-то степени перенос выборов может означать, что демократический процесс временно приостановлен. Это, естественно, понятно в ситуации пандемии, но вопрос в том, как долго это может продолжаться. Выборы, которые были проведены во второй половине 2020 года, были проведены с применением различных мероприятий, включая предоставление средств защиты администраторов выборов. Чтобы помочь органам администрирования выборов во всем регионе, Айфос провел исследование в Грузии, Украине, Боснии, Герцеговине, также исследование, опрос в Сербии в период с августа по сентябрь 2020 года. Вопросы, которые вызывают наибольшую озабоченность у избирателей. Это невозможность обеспечить физическую дистанцию или же слишком большое количество людей на избирательных участках. Также респонденты в Грузии, Украине, Боснии и Герцеговине заявили о том, что они беспокоены отсутствием средств защиты для избирателей и администраторов выборов. Также некоторые респонденты в Сербии заявляли, что избирательные участки были оборудованы всем необходимым, и также в том числе со средствами защиты. Сегодня мы услышим доклады представителей четырех стран, которые проводили выборы в прошлом году. Мы узнаем об их опыте, извлеченных уроках, которые будут очень ценные для многих стейкхолдеров, заинтересованных сторон. Я хочу отметить, что Айфос поддерживает тесные партнерские отношения с постоянным избирательным органом Румынии, Центральной избирательной комиссией Молдовы. Мы работаем тесно с этими органами с 2013 года, также с Центральными избирательными комиссиями Грузии и Украины. Почти 25 лет Айфос поддерживает развитие демократических выборов. Мы работаем с помощью Агентства международного развития США, реализуя проект поддержки выборов и политических процессов. Мы работаем с различными организациями, местными партнерами, включая организации женщин, молодежи, этно-религиозных меньшинств и людей с ограниченными возможностями. Айфос работает в тесном сотрудничестве с Центральными избирательными комиссиями. И также основная деятельность направлена на то, чтобы обеспечить развитие устойчивой и здоровой политической конкуренции, разработку политики на основе принципов. В Украине Айфос играет ключевую роль в развитии демократических избирательных процессов. В настоящее время Айфос сотрудничает с Центральной избирательной комиссией, Национальным агентством по предотвращению коррупции и гражданским обществом при поддержке агентства США по международному развитию Министерства иностранных сделок Канады и помощи правительства Великобритании. Наши усилия включают внимание к избирательным процессам. Наши офисы, региональные офисы существуют в различных странах. И до пандемии мы проводили огромное количество мероприятий. Наша деятельность также включает вопросы киберзащиты. После того, как началась пандемия, мы перешли на работу практически в режиме онлайн. Мы сотрудничаем тесно с органами администрирования выборов и с юристами. На этом я хочу остановить мою презентацию и передать слово Магнусу. Спасибо большое. Я хочу передать слово председателю Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. Спасибо большое. Во-первых, я хочу от имени Центральной избирательной комиссии Грузии выразить благодарность Айфес за разработку этого вебинара для обсуждения главных проблем, которые возникли в связи с пандемией в сфере выборов. Это прекрасная возможность для нас данный вебинар обменяться знаниями, а также предложить что-то новое из нашего опыта в преодолении тех проблем, которые возникли в связи с COVID-19. Безусловно, пандемия повлияла практически на все сферы общественной жизни и частной жизни во всем мире и оказала также огромное воздействие на демократию, включая выборы. Пандемия сорвала сотни выборов, запланированных на 2020 год. Около 60 стран отложили проведение выборов, а многие другие провели выборы, включая Грузии. Представленные на сегодняшнем вебинаре все-таки решились провести выборы. Работа с последствиями COVID-19 возложила на нас огромную ответственность, и нам необходимо было решать множество задач, связанных с организацией и проведением выборов в период COVID-19. Необходимо было пересмотреть правила и процедуры, усилить координацию с органами общественного здоровья и другими органами власти, поставить как приоритет вопросы охраны общественного здоровья и при этом найти логистические решения в проведении выборов. В первую очередь мы обратились к данным государственным органам с помощью созданной ранее платформы, которая называется «Давайте обсудим вместе». С помощью данной платформы представители органов администрирования выборов и гражданского сектора обсуждали и делились своими мнениями касательно важных вопросов администрирования выборов. Первая резолюция, которую приняла Центральная избирательная комиссия после официального объявления выборов, касалась профилактических мероприятий, а также всех мероприятий по обеспечению безопасности наших сотрудников и участников избирательного процесса. Второй важный шаг – это регулирование процедур в день голосования. Для этого мы создали специальную рабочую группу в рамках избирательной администрации, в которую вошли представители гражданского общества, парламентских партий и международных организаций. Специальная рабочая группа обсуждала вопросы безопасности, в частности, безопасности в день выборов. Документ, который мы разработали, определял все санитарно-гигиенические требования, в которых придерживались, должны придерживаться избиратели и члены избирательных комиссий. Меры предосторожности, регламентированные термометрия, использование дезинфицирующих средств для рук, ношение масок для членов избирательных участков. В том, что касается избирателей, то они обязаны были пройти термометрию и также иметь маски. Если у избирателя не было маски, член избирательной комиссии, избирательная администрация должна была предоставить маску избирателя. Я уже упоминала, что избиратели, которые зашли на избирательный участок без термометрии, мы, потому что мы, честно говоря, не знали, какой может быть причина высокой температуры, мы не хотели отказать избирателям возможности проголосовать, поэтому мы не настаивали на том. И наша задача и была обеспечить, предотвратить возможность инфицирования избирателей на избирательных участках. В том, что касается кабинок для голосования, мы их организовали таким образом, чтобы обеспечить дезинфекцию и полное соответствие с санитарным требованиям. Вход для избирателя был оставлен открытым с одной стороны, чтобы избиратели не касались руками к ткани. Открытая сторона была направлена к стене избирательного участка. Необходимо подчеркнуть, что для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов Агентства США по международному развитию и Международный фонд избирательных систем при активном участии посольства США в Грузии передал избирательной администрации в нашей стране огромное количество средств индивидуальной защиты, включая маски, щиты для лица, перчатки и дезинфицирующие средства. Когда мы планировали избирательный процесс, мы учитывали потребности лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях и обсудили, как они могут участвовать в выборах. Мы разработали специальную политику, регулирующую участие таких лиц в выборах. И ключ к предотвращению распространения COVID в пенитенциарных учреждениях был таким, что мы обязали членов избирательных комиссий и других избирательных субъектов пройти две недели обязательного карантина в соответствующей карантинной зоне. Соответствующие лица прошли тест ПЛР, ПЦР на COVID-19 29 октября 2020 года. Я хотела бы подчеркнуть, что мы провели парламентские выборы также для грузинских миротворцев, обеспечили проведение грузинских миротворцев, обеспечили проведение правил безопасности. Специальные группы, выполняющие данную миссию, прошли обязательный 14-дневный карантин в соответствии с правилами, указанными в индивидуальном свидетельстве. об обязательном карантине, так как мы хотели обеспечить возможность для COVID-позитивных пациентов в больницах, возможность для них проголосовать, а также для избирателей, которые находились на самоизоляции. И право голосовать было обеспечено для всех. И это была довольно сложная задача. Мы проводили консультации в рамках специальной рабочей группы, которую я уже упомянула ранее. И в том, что касается голосования лиц в медицинских учреждениях. Мы создали специальную группу с функцией избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия Грузии создала 127 специальных групп для таких избирателей для первого тура выборов и 80 специальных групп для второго тура выборов. Представители этих специальных групп доставляли мобильные урны для голосования в лечебное учреждение и для избирателей на самоизоляции. Избиратели на самоизоляции, чьи данные были официально зарегистрированы в базе данных, могли обратиться к органам администрирования выборов и попросить предоставить им переносную урну для голосования. Мы полностью соответствовали эпидемиологическим требованиям, которые обеспечивали предотвращение распространения вируса. Надо отметить, что подсчет голосов проводился не в карантинных помещениях или медицинских учреждениях, а отдельно в специально созданном центре подсчета голосов при обеспечении полной прозрачности данного процесса. В период COVID-19 была достаточно большая, сложная проблема для нас набрать членов избирательных комиссий, но чтобы решить данную проблему, мы разработали специальные мероприятия по обеспечению защиты членов избирательной комиссии и для предотвращения распространения вируса. И если количество членов избирательной комиссии инфицированных увеличивалось, то, безусловно, избирательные комиссии должны были заменить их, и пришлось заменить около 900 членов избирательной комиссии. Еще одним важным аспектом избирательного процесса в условиях пандемии была информационная кампания для избирателей, объяснение избирателям, как они могут участвовать в выборах, определение конкретных процедур и предоставление информации о мерах для обеспечения их здоровья и безопасности. Это было необходимо для укрепления общественного доверия к избирательному процессу. Для указанных целей мы проводили полномасштабную информационную кампанию, включающую серию передач на теле- и радиоканалах. Дополнительно, члены избирательных участков раздавали избирателям информационные листовки согласно их адресам регистрации в том, что касается мероприятий по обеспечению безопасности избирательного процесса. Также были размещены плакаты на избирательных участках для всех участников избирательного процесса. Я хочу отметить, что мы выпустили специальную брошюру, посвященную мероприятиям, которые избирательная администрация реализовала в условиях пандемии. Мы ее разместили на сайте Центральной избирательной комиссии. Если вы позволите, если организаторы позволят мне запустить демонстрацию экрана, я буду рада это сделать. Это невозможно. Однако я хотела бы поделиться этой информацией с вами. Тамар, вы видите зеленую кнопку? Да, я вижу, но я должна получить от вас разрешение, а я не имею доступа к этой функции. Попробуйте сейчас. Да, сейчас все работает. Хорошо. Это титерная страница нашей брошюры. Она посвящена детальному описанию того, что мы сделали во время проведения выборов в условиях пандемии, связанной с COVID-19. Мы убеждены, что политики, разработанные нами, служили обеспечению интересов избирателей и всех стейкхолдеров, заинтересованных сторон избирательного процесса. Мы разработали наши политики с участием представителей органов здравоохранения и международных организаций. Перед тем, как я завершу мою презентацию, я хотела бы поделиться с вами результатами опроса, который провели в последние несколько дней Национальный демократический институт. Этот опрос содержал вопросы, посвященные голосованию. Как не перейти на второй слайд моей презентации. А вот он, теперь я его вижу. И вы можете увидеть на этом слайде результаты данного опроса. 92% участников опроса сказали, что во время проведения выборов были соблюдены меры предосторожности и безопасности, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Также 92% респондентов отметили, что на избирательных участках все происходило в порядке и под контролем. Также 81% в 2020 году 94% респондентов отметили, что на избирательных участках все было в порядке. По сравнению с 92% в 2018 году, в 2020 году 89% респондентов отметили, что члены избирательных комиссий имели хорошую подготовку к администрированию выборов. Мы убеждены, если мы вводим ограничения, важно обеспечить, что такие решения не принимаются в одностороннем порядке. И наши решения были достаточно взвешенными. Это благодаря использованию нашей платформы для обсуждения и рабочих групп, меры, направленные на предотвращение распространению COVID-19, сработали в нашем случае. И явка избирателей была даже выше, чем если мы сравниваем с тенденцией явки избирателей в Грузии до пандемии COVID-19. Спасибо еще раз за то, что вы организовали такой важный вебинар, и я уверена, что он будет очень ценным для представителей органов администрирования выборов других стран. Спасибо вам большое, Тамар. Сейчас я хочу передать слово господину Вайде Жомбару из Центральной избирательной комиссии Румынии, вице-президенту Постоянной избирательной комиссии Румынии. В первую очередь, позвольте обратиться к вам сердечным приветом от господина Константина Флорина Миду-Лешу-Буица, президента Постоянной избирательной комиссии Румынии. Это очень важный вебинар для нас, так как это прекрасная возможность для нас продемонстрировать, как мы провели успешно, организовали успешно два избирательных процесса в 2020 году. Для нас важно иметь возможность поделиться нашим опытом среди экспертов и партнеров из избирательных комиссий в других странах. Правовые рамки. В 2020 году мы продискутировали о том, как лучше всего организовать местные парламентские выборы. Были предложения провести внеочередные парламентские выборы, не проводить выборы в 2020 году вообще или отложить их. Когда мы обсуждали перенос выборов с июня на сентябрь, на 27 сентября, при этом мы провели наши парламентские выборы в ту дату, которая была запланирована заранее. Для того, чтобы мы могли провести выборы, мы представили изменения в законодательстве, в частности, с целью расширить доступ избирателей и облегчить регистрацию кандидатов для двух избирательных процессов и также повысить прозрачность подсчета голосов и подведения итогов и адаптироваться к условиям пандемии. Мы считаем, что преодоление таких проблем и внесение поправок в законодательство укрепили потенциал избирательной администрации. Мы с нетерпением ждем возможности запланировать следующие выборы. По плану они должны состояться в 2024 году. Внедрение, имплементация решений. Помимо всех правовых, административных и санитарных мероприятий, мы также, наши эксперты внедрили некоторые интересные решения в сфере информационных технологий. И это настолько развитая область, мы могли бы потратить, безусловно, на нее все наше финансирование. Однако, я постараюсь предложить краткий обзор данного вопроса. Голосование за границей. Граждане Румынии смогли зарегистрироваться для участия в парламентских выборах онлайн, используя форму для голосования за границей на избирательном участке или же проголосовать по почте. Постоянная избирательная комиссия Румынии разослала уведомления по электронной почте всем избирателям, чье голосование по почте было зарегистрировано до начала процесса голосования. Мы получили свыше 43 тысяч заявок на голосование за рубежом в 110 странах. Свыше 3 тысяч, около 4 тысяч заявок на голосование на избирательном участке за границей и 39 тысяч заявок для голосования по почте. Это был шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами 2016 года, когда было зарегистрировано около 9 тысяч запросов на голосование по почте. Учитывая необходимость физического дистанцирования, мы создали онлайн-платформу для сбора подписей в поддержку кандидатов, которых выдвинули политические партии, а также независимые кандидаты. Я уже упомянул нашу систему мониторинга явки и предотвращения незаконного голосования, которое значительно упрощает любой избирательный процесс, позволяя проверить право данного избирателя голосовать и указывает на возможные случаи множественного голосования. Более того, наша система централизации протокола во время избирательных процессов оказалась очень полезной для сотрудников, членов избирательных комиссий, учреждений, которые участвовали в выборах, а также широкой общественности. Также было реализовано блокчейн-решение для двух систем SIMPV и SICPV. Это позволило записывать информацию в режиме реального времени. Информация, которая была верифицирована, была опубликована на сайте Мы знаем, что в выборах участвуют самые разнообразные стейкхолдеры. В последние годы мы пытались охватить самые широкие группы людей, используя самое большое количество инструментов, особенно в онлайн-среде. В том, что касается просвещения, информационно-просветительской работы среди избирателей, мы создали колл-центр при поддержке специальной службы коммуникации. Любой желающий мог позвонить и поговорить напрямую с тем, кто участвует в избирательном процессе. Избирательная комиссия создала серию видео. Некоторые из них были переведены на венгерский язык, как язык крупного этнического меньшинства в Румынии. Также мы создали рабочую группу совместно с Министерством иностранных дел, чтобы связаться к румынским гражданам за рубежом, информировать их должным образом о процессе онлайн-регистрации для голосования по почте с помощью платформы www.votstrainata.aro. Информационная кампания проводилась преимущественно в интернете, в социальных сетях, на страничках посольств и консульств. В том, что касается отношений с нашей постоянной избирательной комиссией, с прессой, за последние два года мы установили хорошие отношения с представителями СМИ, наши отношения с политическими партиями. Мы поддерживали прозрачный конструктивный диалог с политическими партиями относительно их юридических обязательств, связанных с финансированием избирательных кампаний на местных, а также на парламентских выборах. Постоянная избирательная комиссия нашей страны участвовала в двух онлайн-сессиях, организованных ассоциациями румын, проживающих за рубежом, посвященных голосованию по почте на выборах 2020 года. Постоянная избирательная комиссия Румынии заключила соглашение о партнерстве с Лигой румынских студентов за рубежом, заручившись их поддержкой в распространении информации об избирательных процессах. В заключении я хочу сказать, что изменения в законодательстве, внедренные решения в сфере информационных технологий и постоянное общение с заинтересованными сторонами позволили нам провести и место, и парламентские выборы в 2020 году на высоком уровне. Это был интересный год, но, как мы все знаем, имея такую отличную работу и отданность команды нашему делу, мы смогли преодолеть все эти трудности, которые возникли перед нами. Приятно узнать, что наши усилия получили признание на национальном и международном уровне. Мы хотели бы поблагодарить в этом случае всех экспертов, которые участвовали в работе миссий по наблюдению за выборами, а также теми международной организаций, которые поддерживали нашу сеть в это интересное время. Спасибо большое, Магнус и Николета, за ваш профессионализм и за ваш вклад и поддержку в работе постоянной избирательной комиссии Румынии за последние миссии. Спасибо. Спасибо огромное вам, господин Вайда Жомбар. Следующий докладчик – это господин Дорин Чемиль, председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы. Слово вам. Спасибо большое. Я прошу вашей помощи вывести презентацию на экран. Одну секунду. Видна ли моя презентация? Да. Уважаемые участники вебинара, в моей презентации я хотел бы поделиться с вами опытом Центральной избирательной комиссии Молдовы в организации президентских выборов в начале ноября 2020 года во время пандемии, во время подготовки к данному избирательному мероприятию, кроме соблюдения мер предотвращения распространению COVID-19, ЦИК Молдовы разработал серию мероприятий, связанных с предотвращением COVID-19. Спасибо. Технические моменты возникли. В период проведения выборов мы сотрудничали с высшим центральным органом в сфере здравоохранения для обеспечения электоральной логистики. Мы обеспечили закупки оборудования, средств индивидуальной защиты для избирательных участков, открытых внутри страны. Это были маски, перчатки, защитные экраны для лица, электронные термометры, защитные костюмы, очки, дезинфекторы. Также для избирательных участков за границей было закуплено защитное оборудование при поддержке Министерства иностранных дел. Также мы обеспечили все избирательные участки за границей, а также крупнейшие избирательные участки внутри страны. С помощью мы обеспечили сканерами, которые обеспечили проверку, ускоренную проверку данных избирателей в день голосования. Для обеспечения защиты всех участников избирательного процесса, избирателей, администраторов выборов, кандидатов и других заинтересованных лиц, мы разработали серию мероприятий и рекомендаций и требований. Участники избирательного процесса должны были в частности соблюдать требования физической дистанции по меньшей мере полтора метра. Также избиратели должны были появляться на избирательных участках в маске и с собственной ручкой, как и в других публичных общественных местах. Члены избирательных комиссий должны были обеспечить дезинфекцию поверхностей и также как минимум три раза в день обеспечить уборку помещений и вентиляцию. Избиратели информировали о том, что есть необходимость соблюдать эти требования, требования физической дистанции. И когда были проведены собрания людей, также эти требования относились к избирательным встречам, кандидатам с избирателями во время избирательного процесса, люди с симптомами острых респираторных заболеваний, рекомендовалось таким людям голосовать по месту их пребывания. Граждане, которые не могли физически прийти на избирательный участок, также, включая тех, у кого были симптомы острых респираторных заболеваний, они могли голосовать по месту своего нахождения, подав заявку в письменном или устном виде, в период за две недели до дня голосования, до трех часов в день голосования. Было рекомендовано организовать две команды для обеспечения голосования избирателей на дому. Если было подозрение, что какие-то избиратели имели подозрение на COVID, мы обеспечили возможность голосовать для них. Мы также обеспечили возможность голосования для людей с инвалидностью. Два члена избирательной комиссии, которые были назначены как ответственные за проведение голосования на дому, они были обеспечены средствами защиты, костюмами, экранами для лица, дачками. Транспорт, который они использовали для обеспечения голосования избирателей на дому, был подвержен полной дезинфекции после посещения каждого избирателя. Люди с симптомами, которые пришли на избирательный участок, если было подозрение, что они в течение дня пришли на участок, и они не смогли проголосовать на дому, или же избиратели за границей или в Приднестровье, они могли проголосовать с применением всех средств защиты. На них должны быть маски, защитные костюмы и минимальный контакт с чем-либо на избирательной участке. Все избиратели, такие избиратели, далее для них вызывался доктор, и далее они следовали протоколу медицинскому в том, что касается голосования за границей. Была возможность проголосовать за границей лично на избирательных участках. Задача создать избирательные участки за границей – это задача, возложенная на Центральную избирательную комиссию. Такие участки, как правило, организовываются в дипломатических учреждениях в соответствии с определенными критериями. С целью получить разрешение открыть избирательный участок и провести выборы за границей, Центральная избирательная комиссия в сотрудничестве с Министерством иностранных дел разработала специальные планы, провела встречи с послами разных стран, где находится большая диаспора наших граждан. Мы провели также переговоры с региональными и центральными органами власти этих стран касательно размещения избирательных участков. В целом, органы этих стран позитивно откликнулись на запросы органов власти Молдовы с целью провести выборы. Однако были некоторые дополнительные запросы к нам направлены с необходимостью соблюдать все необходимые требования, чтобы избежать ситуации. Посольство Молдовы выслало письма, которые мы бы распространяли с помощью социальных сетей. В Ирландии мы были вынуждены организовать особый график для Ирландии. Люди были разделены на группы для голосования в разное время по алфавитному порядку. При этом мы применяли жесткие требования в том, что касается размещения избирательного участка, требования дистанции и всех других требований безопасности. В том, что касается тренингов членов избирательных участков, мы имели план проведения тренингов для членов избирательной комиссии на президентских выборах. Мы проводили такие тренинги эксклюзивно на платформе Zoom. Тренинговый центр использовал смешанную модель проведения тренингов. Первая часть – это видеоконференции на YouTube, в которых участвовали около 2000 членов участковых избирательных комиссий. И далее были проведены семинары. Далее мы обеспечили членов избирательной комиссии средствами защиты, масками, перчатками. Свыше 3000 операторов участковых избирательных комиссий. Прошли тренинг с помощью YouTube в том, что касается процедур и также особой миссии организации проведения выборов в условиях пандемии. Мы подготовили видео о том, как правильно носить средства индивидуальной защиты и как обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Мы работали также тесно с полицией, прокуратурой и органами регистрации избирателей. Мы разработали различные учебные материалы на румынском и русском языке. Все эти материалы включали информацию касательно правил поведения в условиях пандемии. Материалы для информационно-просветительской работы среди избирателей. Во время выборов 2020 года Центральная избирательная комиссия и тренинговый центр разработали достаточно сложную информационно-просветительскую кампанию, которая была направлена на все население, а также на особые группы, этнические, религиозные меньшинства, также люди, которые проживают за границей и люди, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях. И мы поддержали поддержку наших партнеров, проекта про ООН и другие. Во время периода проведения выборов организация CICDE контактировала с огромным количеством учебных учреждений. Комиксы для детей на пяти языках были разработаны, игры и инструкции для студентов. Другая кампания была реализована при поддержке посольства США. Она была посвящена информированию избирателей о процедурах голосования и о том, как они могут стать вовлеченными в избирательные процессы. Также мы направляли внимание на избирателей, которые живут на левом берегу и за границей. Мы создали подкасты, видео, пять подкастов, пять видео, пять учебных видео. Центральная избирательная комиссия и комиссия по тренингу информировала избирателей, используя веб-страничку, а также наши странички в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram. Также у нас есть горячая линия для избирателей, и мы всегда могли ответить на те вопросы, которые интересуют участников избирательного процесса. Мы разработали видео, видео, анимацию, информационные материалы с помощью, с привлечением, использованием анимации. Мы также зарегистрировали рекордное участие в голосовании наших граждан, которые проживают за границей, около двух тысяч. Двух тысяч. Огромное количество граждан. Также мы осознаем необходимость устранить все те пробелы, которые существуют. И рекомендации, разработанные миссиями по наблюдению выборов, очень ценные для нас в этом вопросе. Министерство внутренних дел также разработало серию рекомендаций. Мы собрали рекомендации со стороны органов администрирования выборов низшего уровня в том, что касается вопросов тренинга новых членов избирательной комиссии. И также мы учитываем их рекомендации обеспечить избирательной комиссией средствами защиты. Все вызовы, которые мы преодолели в течение распространения COVID-19, способствовали тому, что избиратели могли проголосовать безопасно с помощью переносных урн или же на избирательных участках внутри страны. Как наблюдатели и члены избирательных комиссий в целом, все придерживались требования использовать средства индивидуальной защиты. Вместе с этим, во время первого тура, голосование, трудности, которые мы испытывали, это во время голосования, когда избиратель обращался с просьбой предоставить переносную урну ему или ей. И мы обнаружили, что некоторые члены избирательной комиссии отказывались контактировать с такими избирателями, у которых подозревался COVID. Для избирательных участков, открытых за границей, стало то, для тех, кто избиратели, которые живут на левом берегу реки Днистер, это голосовать, если у них подозревался COVID. Для этой цели, чтобы помочь в решении этого вопроса, Министерство иностранных дел предоставило и распространило дополнительное оборудование. Центральная избирательная комиссия подготовила резолюцию или информацию в том, что касается администрирования толпы, так как наблюдалось очень большое количество людей на избирательных участках за границей и в Трансмистрии. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемый господин Дорин Чемиль. У нас были такие прекрасные презентации. И мы еще послушаем одного докладчика. У нас поступило много вопросов. Если вы хотите, чтобы мы ответили на ваши вопросы, я призываю всех участников писать ваши вопросы в чат. Наш последний докладчик – это Виталий Плукар, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии. Так как Виталий Плукар будет выступать на украинском, пожалуйста, вы оставайтесь на том канале, который вы выбрали для себя как предпочитаемый язык. Но будет небольшая задержка. Если вы не сможете услышать перевод на ваш язык, вы можете перейти либо на английский, либо на русский язык, чтобы слушать перевод на эти соответствующие языки. И, уважаемый господин Плукар, пожалуйста, слово предоставляется вам. Спасибо вам большое. Я буду пробовать запустить демонстрацию экрана. Надо дать коротенькую презентацию. И сделать краткую презентацию. Таким образом, еще раз добрый день. От имени Центральной избирательной комиссии Украины позвольте поприветствовать всех участников сегодняшнего вебинара. И позвольте выразить также нашу огромную благодарность Айфос Международному фонду избирательных систем за предоставленную возможность услышать, поделиться опытом и услышать опыт других коллег в проведении выборов. Центральная избирательная комиссия в последние месяцы работала очень напряженно над тем, чтобы обеспечить должное проведение местных выборов в Украине 25 октября 2020 года. Вместе с этим эти выборы для Украины были... Вы слышите меня? Эти выборы для Украины были вызовом. Не только в связи с тем, что пандемия в мире у нас возникла, но это также проведение выборов было осложнено тем, что в Украине была проведена административно-территориальная реформа и также принятие нового избирательного кодекса. Безусловно, пандемия стала еще одним фактором, который повлиял на то, что задача организации и проведения выборов для Центральной избирательной комиссии стала настолько сложной. Мы понимали, что, безусловно, перед нами была задача информировать население о том, что касается, как себя вести в избирательном процессе, в условиях пандемии, а также перед нами стояла задача проводить тренинги. Мы, безусловно, обеспечили все необходимые аспекты в проведении выборов и обеспечении того, что каждый мог отдать голос за того, кого он или она считают лучшим кандидатом. Мероприятие, которое мы провели в рамках подготовки к выборам, Верховный Совет, Парламент Украины поручил Кабинету министров Украины совместно с Центральной избирательной комиссией разработать необходимые мероприятия и рекомендации для обеспечения избирательных прав граждан в условиях проведения выборов во время пандемии COVID-19. Одним из первых действий, которые предприняла наша избирательная комиссия, было создание рабочей группы, куда вошли представители министерств, других центральных органов исполнительной власти, представители парламента Украины, Совета по национальной безопасности и обороне, а также представители ассоциаций украинских городов. Данная рабочая группа работала над разработкой рекомендаций и в результате нашей работы мы подготовили и направили Кабинету министров серию рекомендаций в том, что касается предотвращения распространения COVID-19 во время организации проведения местных выборов 25 октября. И данное предложение, рекомендации включали общее требование в том, что касается организации антиэпидемических мероприятий. Мы пытались сделать все возможное, чтобы избиратели и политические партии, члены избирательного, участники избирательного процесса могли реализовать свои избирательные права. При этом мы полагались на поддержку местных органов власти. Центральная избирательная комиссия оставалась тем органом, который обеспечивал общее соблюдение всех требований в проведении избирательного процесса и обеспечения реализации избирательных прав участников избирательного процесса. Для минимизации распространения заболевания во время проведения выборов мы обращались к Кабинету министров, Министерству здравоохранения, к Министерству финансов, образования и к другим центральным органам исполнительной власти, чьи полномочия включают реализацию таких мероприятий и создание таких условий, которые позволили бы соблюдать все антиэпидемиологические требования. С целью обеспечения безопасного проведения голосования в день выборов, а также безопасного проведения избирательного процесса, комиссия утвердила перечень рекомендаций в том, что касалось безопасного проведения избирательных процедур, а также обратила внимание многих участников избирательного процесса, избирателей, членов избирательной комиссии на то, что многие процедуры должны быть реализованы с учетом рекомендаций Кабинета, А также другого законодательства и нормативно-правовой базы, касающейся предотвращения распространению COVID-19. Мы уделяли особое внимание информированию участников избирательного процесса. Также мы говорили много о необходимости использовать индивидуальные средства защиты. Избиратели должны были иметь личные средства индивидуальной защиты и также ручку, соблюдать требования физической дистанции. Если избиратель должен был снять маску для того, чтобы члены избирательной комиссии могли идентифицировать его или еще и далее надеть маску обратно. Я так понимаю, что другие органы администрирования выборов в других странах использовали подобные практики. Кроме этого, наблюдатели, члены избирательной комиссии, полицейские, также представители тех учреждений, на базе которых были размещены избирательные участки, все должны иметь защитный экран, щитки, маски, респираторы для того, чтобы обезопасить себя и других. От распространения инфекции COVID-19 члены избирательной комиссии, которые были ответственными за организацию голосования на дому, использовали индивидуальные средства защиты, которые подлежали утилизации, а канцелярские приспособления ручки, которые выдавались избирателям, они подлежали дезинфекции после каждого посещения каждого избирателя. Мы говорили о том, и мы много раз обращали на это внимание, что если у избирателя обнаружены симптомы COVID или подозрения на COVID, с целью предотвратить такие ситуации была организована термометрия. Если у избирателя обнаружена температура свыше 37,2 градуса, таким лицам рекомендовалось воздержаться от посещения помещения и голосовать на дому, а также обратиться за медицинской помощью, для того, чтобы предотвратить, не допустить нарушения избирательных прав, для тех избирателей, которые все же выразили желание голосовать на избирательном участке, мы оборудовали специальные кабины для голосования на определенном расстоянии от других кабин мероприятия и организации избирательного участка и оборудование было обустроено таким образом, что были специально отведенные места для дезинфицирующих средств для рук и также боксы для утилизации средств индивидуальной защиты. Мы размещали постеры, информацию, касающуюся защиты и мер безопасности, связанных с предотвращением распространению COVID-19. Мы рекомендовали, чтобы в помещении находилось не более трех избирателей на один стол выдачи бюллетеней. При этом, безусловно, мы требовали соблюдать правила физической дистанции. Столы и мебель должна быть изготовлена из таких материалов, которые можно было бы легко дезинфицировать, и мы рекомендовали не использовать ткани и скатерти на столах. Мы рекомендовали также, что не реже, чем каждые два часа, должна была быть произведена дезинфекция поверхности и проветривание помещений в определенные четко установленные временные интервалы. Также должно было быть проведено. Мы рекомендовали, что позиция Центральной избирательной комиссии была таковой, что для членов избирательной комиссии и для других участников избирательного процесса мы рекомендовали пройти ПЦР-тест не позже, чем за 72 часа, за период времени не более 72 часов до дня выборов. Это касалось тех лиц, которые находились внутри избирательного участка. Для того, чтобы обеспечить право свободно выбирать, для людей, которые находились на самоизоляции, с учетом карантинных требований, Центральная избирательная комиссия с учетом требований избирательного законодательства предоставила рекомендации. В частности, такие избиратели не позже, чем в 8 часов вечера, в пятницу перед днем голосования, могли обратиться на избирательный участок с заявлением и медицинской справкой, в которой говорилось о том, что данный избиратель находится на самоизоляции с целью получить возможность голосовать на дому с помощью переносной урны. Кроме этого, наша комиссия рекомендовала, что во время организации голосования на дому прежде всего следует организовать голосование на дому тех лиц, которые не способны перемещаться независимо, а после этого посещать избирателей, которые находятся на самоизоляции. Именно в таком порядке, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Я уже упомянул, что мы делали акцент на необходимости соблюдать все санитарно-гигиенические требования от проведения голосования до подсчета голосов и подведения итогов. Также Центральная избирательная комиссия не обошла своим вниманием. Такой важный аспект в проведении выборов избирательного процесса, как информационно-просветительская работа среди избирателей. Мы реализовали данное направление работы с помощью наших партнеров, международных партнеров. Мы информировали избирателей, как в условиях карантина они могут реализовать свое избирательное право. Наша Центральная избирательная комиссия совместно с IFES разработала плакаты под названием «Остановим COVID-19», где содержались правила, как необходимо было себя вести во время голосования совместно с IFES. Мы сделали такой примерный подсчет количества или же расчет количества средств индивидуальной защиты и направили их соответствующим центральным органам исполнительной власти для того, чтобы они применили данные расчеты в своей работе. Я хотел бы подвести вас к итогам. По результатам проведения выборов 25 октября 2020 года мы можем сказать, что почти все комиссии почти полностью были обеспечены необходимым минимумом средств индивидуальной защиты. Использовалась термометрия на входе в помещение, были предоставлены дезинфицирующие средства. Это задачи, которые необходимо будет решить в дальнейшем. И то, что в Украине мы обнаружили, мы столкнулись с рядом трудностей финансового и технического характера, логистического характера, что сделало подготовку к выборам еще более сложной. Однако все нарушения, которые происходили, которые мы наблюдали в избирательном процессе, не имели системный характер. Мы констатируем, что высокий уровень правового сознания и просто сознания граждан, людей, способствовал тому, что выборы были проведены гладко, и каждый участник избирательного процесса, избиратели, члены избирательной комиссии с ответственностью относились ко всем рекомендациям, которые мы предоставили. В некоторых городах было проведено повторное голосование или так называемые вторые туры выборов. Безусловно, мы не оставили второй тур без нашего внимания. И те проблемные аспекты, которые были выявлены во время проведения местных выборов 25 октября 2020 года, мы сделали попытку решить эти проблемы и обеспечить то, что они не повторяются во время повторного голосования в некоторых городах. Мы приняли отдельную резолюцию и донесли ее до сведения соответствующих государственных органов, мы информировали их о том, какие трудности возникали во время организации проведения выборов 25 октября. Кроме этого, Центральная избирательная комиссия указала, что чрезвычайно важно, чтобы соответствующие органы не только придерживались порядка действий в условиях карантина, который был в Украине объявлен, а также обеспечивали соблюдение требований избирательного законодательства. Таким образом, мы просили бы и мы просили государственные органы обратить свое внимание на то, чтобы члены избирательных комиссий, избирательные участки были обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, термометров, дезинфицирующих средств, масок. И мы также делали акцент на том, что средства индивидуальной защиты требуют их замены. Спустя определенное время эти проблемные моменты были обнаружены во время первого, так называемого первого тура выборов. Центральная избирательная комиссия также делала акцент на том, что избиратели, у которых обнаружена высокая температура свыше 37,2 градуса, должны голосовать за пределами избирательных участков или же в специально отвезенных местах. Такие специально оборудованные кабинки должны быть обозначены определенным образом. Были случаи, что такие избиратели также использовали данные кабинки, люди с другими нарушениями здоровья использовали данные кабинки, но во время второго тура выборов мы на это обратили внимание. И те недостатки, которые мы обнаружили во время первого тура, мы сделали все возможное, чтобы минимизировать такие недостатки во время второго тура выборов. Кроме этого, следует обратить внимание на то, что Центральная избирательная комиссия приняла постановление, в котором речь шла о том, что когда мы отправляли персональные приглашения избирателям для участия в повторном голосовании во втором туре выборов, мы включали в эти приглашения информацию о том, как избиратели должны себя вести, что они должны иметь с собой, чтобы еще больше обратить внимание избирателей на те мероприятия, которые они должны выполнять для защиты своего здоровья и защиты других избирателей. Кроме этого, в сотрудничестве с нашими партнерами мы разработали инструкции для членов избирательных комиссий территориальных и участковых, а также видео о том, что касается организации голосования в условиях карантина, социальные плакаты, мы также распространяли данную информацию в средствах массовой информации с помощью социальных сетей с целью охватить максимально широкую аудиторию, таким образом, чтобы обеспечить информирование избирателей. Вместе с этим я должен отметить позитивные и негативные стороны в организации и проведение выборов в условиях пандемии, во всяком случае для нашей Центральной избирательной комиссии, с тем, чтобы ни мы, ни другие администраторы выборов не повторяли данные недостатки, позитивные аспекты, как я уже говорил, высокий уровень сознания граждан в соблюдении масочного режима и мероприятий, направленных на предотвращение распространению вируса на высоком уровне граждане отнеслись к этому. Все осознавали высокий уровень опасности, с одной стороны, с другой стороны, необходимость отдать свой голос. Социальное дистанцирование, физическая дистанция была соблюдена, при этом отмечалось толерантное отношение друг к другу, не было скандалов в связи с необходимостью проверять температуру избирателей или же требования надевать маску. Люди с уважением относились к данным требованиям. В том, что касается негативных сторон, после второго тура выборов мы тоже это наблюдали. В некоторых городах температурный скрининг, который проводился, к сожалению, он проводился не во всех местах. Иногда из-за технических сбоев. Однако, это вопросы, которые могут быть решены в рабочем режиме. Возможно, из-за недостатка времени или же недостаточного количества людей, это привело к негативным последствиям. У нас мы испытывали отсутствие ложного количества защитных костюмов. В некоторых местах те кабинки, которые были отведены для голосования людей с высокой температурой, они содержали маркировку. Однако, в этих кабинках голосовали другие избиратели, что негативно повлияло на общую картину. Необходимо лучше проводить разъяснительную работу, особенно на местах. В том, что касается порядка голосования, в том, что касается приема избирательной документации, протоколов, не все соблюдали дистанцию. Возможно, это было связано с трудностями избирательной системы, трудностями самого процесса подсчета голосов и того, что на это пошло достаточно много времени. Люди были уставшими и люди не совсем обращали внимания на эти требования против антиэпидемиологического характера. Также ручки использовались преимущественно личные. Однако, мы наблюдали, что иногда несколько людей использовали одну ручку в кабинках, но при этом следует отметить, что на каждом избирательном участке были дезинфицирующие средства. Таким образом, каждый мог дезинфицировать ручки. Чтобы подытожить, я хотел бы сказать, что во время проведения выбора в условиях пандемии преимущественно количество лиц, которые участвовали в избирательном процессе, избиратели были информированы о том, что следует делать. И избирательная комиссия в целом соблюдали противоэпидемиологические требования. По мнению Центральной избирательной комиссии, это способствовало проведению выборов в условиях пандемии на должном уровне, соблюдением требований безопасности и антиэпидемиологических требований. Я хочу отметить также, что достаточно большая работа была проведена по предотвращению распространения заболевания всеми нашими партнерами, не только Центральной избирательной комиссии, а также международные партнеры и гражданский сектор, соответствующие гражданские органы, с которыми мы пытались координировать наши действия, чтобы достичь наиболее эффективных результатов. В результате этого выборы были проведены на должном уровне, мы не наблюдали большого скачка в росте заболевания на тот момент, и мы очень благодарны тем коллегам в избирательных комиссиях, которые обеспечивали проведение данных выборов. Люди не боялись работать в этих условиях. Я должен отметить высокий уровень правового сознания наших граждан. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины господин Плукар. Спасибо всем уважаемым докладчикам. Мы получили огромный массив очень интересных вопросов, так как у нас мало времени остается, мы не сможем ответить даже на малую толику этих вопросов. Но тем не менее, я хотел бы несколько вопросов озвучить. Один вопрос имеет особую актуальность. Мы проводили выборы в разных странах, в том числе в тех странах, представители которых присутствуют на данном мероприятии. И, безусловно, администраторы выборов столкнулись с целым рядом вызовов. Безусловно, нашей задачей является обеспечить, что кандидаты и участники избирательного процесса, политические партии могут проводить агитацию. Если мы поговорим о том, как ситуация с COVID-19 повлияла на возможность проводить агитацию среди кандидатов и политических партий, какой отзыв вы, как администраторы выборов избирательного процесса, получили от кандидатов и политических партий? Спасибо. Это был общий вопрос, но также был еще и отдельный вопрос. Я прочитала все вопросы, которые поступили. В том, что касается агитации, это очень важный вопрос. И это связано с вопросом извлеченного опыта. Если вы планируете следующий избирательный цикл, важно учитывать полученный опыт. Это очень важный вопрос, так как в случае Грузии не было совсем регулирования в том, что касается агитации, поправки к законодательству или особое какое-то законодательство. Не было посвящено агитации. Было общее понимание, что есть всеобщие правила и ограничения, связанные с пандемией, ограниченные собрания граждан и также требования носить маску, соблюдать дистанцию. И такие общие правила, безусловно, люди понимали, они относятся также к мероприятиям избирательной кампании. Однако один из самых спорных вопросов Грузии был, когда политические партии и политические деятели обвиняли друг друга в том, что они не соблюдают эти правила, не соблюдают требования дистанции, маски, режим масок. Безусловно, большинство партий пытались проводить мероприятия избирательной кампании на открытых площадках, особенно после лета. COVID-19 на низком уровня был. И поэтому даже общие правила не были достаточно жесткими, но это была типичная проблема для Грузии. После агитационных мероприятий было общее понимание, что такая агитация может стать главным фактором дальнейшего распространения вируса во время избирательного процесса. Поэтому я считаю, что необходимо в будущем применять, возможно, или специальные санкции, или же какие-то меры контроля над соблюдением требований, связанных с предотвращением распространения заболевания, которое вызвало пандемию. Спасибо, госпожа Жвани, а другие докладчики, кто желает ответить, господин Джомбур. Да, мы обсуждали совместно с Министерством здравоохранения и заинтересованными сторонами. Мы также проводили информационные кампании. Мы подготовили два или три видео информационных материалов и все время опубликовали их и также размещали на телевидении. В том, что касается, что политические партии должны делать и как следует проводить агитацию. Мы регулировали также собрания. Мы пытались минимизировать в целом эффект пандемии, воздействие пандемии, влияние пандемии на избирательный процесс. Мы проводили достаточно много информационных кампаний. Спасибо. Спасибо вам большое. Господин Плукар, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии. Вы желаете ответить на этот вопрос? Буквально несколько слов я хотел бы сказать. Центральная избирательная комиссия со своей стороны предоставила рекомендации в том, что касается предвыборной агитации, у нас не так много было случаев жалоб на какие-либо нарушения, связанные со многими массовыми мероприятиями во время местных выборов. Я так понимаю, что эти местные выборы и кандидаты использовали социальные сети, чтобы агитировать и IT-технологии. И в данном случае для них в условиях карантина и распространения COVID-инфекции они испытывали трудности в реализации всех своих агитационных мероприятий в полной мере. Но, несмотря на это, больших жалоб, существенных жалоб мы не зарегистрировали и не получили. Я могу сказать, что на должном уровне была проведена агитация кандидатами. Также избиратели сознательно относились к тем ограничениям, которые были внедрены. Понимали, с какой целью это делается. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что у нас есть время задать еще один вопрос. Как вы, как органы администрирования выборов, обеспечили то, что члены избирательной комиссии, особенно на местном уровне, использовали маски и другие средства индивидуальной защиты? Это вопрос для всех докладчиков. Да, пожалуйста, госпожа Жвания. Я не знаю, в Грузии было достаточно просто. Это было требованием нашего постановления, и все члены избирательной комиссии придерживались этого правила. Конечно, общие правила были внедрены, как я уже упомянула в своей презентации. Мы обсуждали эти правила со всеми заинтересованными сторонами, с доверенными лицами кандидатов и партии. И все соблюдали протокол, антиэпидемиологический протокол. Однако, если кто-то, включая избирателей или же члены избирательной комиссии или наблюдателя, мог высказать негативное отношение к требованию масочного режима, его или ее в таком случае просили удалиться из избирательного участка. Если вы видите кого-то без маски, первое, что вы делаете, вы даете предупреждение. И если он или она отрицает это, то вы просите его или удалиться из избирательного участка. Спасибо большое, госпожа Жвания. Господин Жомбар или господин Плукар, я думаю, что у нас была похожая процедура. Мы также разработали определенные требования касательно поведения на избирательном участке. И мы работали с органами внутренних дел, которые наблюдали за соблюдением данных процедур. Если у кого-то не было маски или кто-то не придерживался правил, то, как Тамара сказала, сначала им делали предупреждение, а далее их просили удалиться из избирательного участка. У нас также были видеокамеры, направленные на обеспечение того, что у всех были маски во время процесса. Спасибо. Спасибо, господин Жомбар. А, господин Плукар, желаете ли вы добавить что-либо? Все происходило подобным образом. И сейчас ношение масок является обязательным. И да, есть ответственность за это. В случае несоблюдения этого требования, человек мог получить взыскание, оплатить штраф. Этот вопрос был регулирован на уровне Кабинета министров и на законодательном уровне. Могу ли я добавить еще один комментарий? Если мы... На все проблемные ситуации, которые могут возникнуть, мы подготовили видео. Можно и сейчас их просмотреть на Ютубе и на телевидении. Они транслировались данные видео, которые показывают, как люди должны себя вести. Вот что объясняет, почему люди хорошо, достаточно хорошо продемонстрировали осознанность в данном вопросе в день выборов. Спасибо огромное. Я был бы рад продолжить наше обсуждение еще несколько дней. Однако, я боюсь, наше время истекло. Я хочу поблагодарить всех докладчиков, всех вас за ваше участие. Спасибо агентству США по международному развитию, которое поддержало проведение данного вебинара, и также моих коллег, которые помогли его провести, организовать и провести. Следующий вебинар будет посвящен теме гендерного равенства в условиях дезинформации, пандемии и проведения выборов. Следующий вебинар запланирован 25 февраля. Мы своевременно направим вам приглашение. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их с помощью функции чата. И до тех пор, пока мы не встретимся с вами снова, я желаю вам всего наилучшего. Спасибо за ваше участие. Спасибо.